ребята приветствую вас на канале про create school сегодня я покажу вам как можно очень просто и быстро нарисовать вот такой прядь волос для начала создадим новый слой возьмем тонкую кисть и нарисуем цилиндр цилиндр это будет основа нашего будущего локона локон тоже имеет округлую форму и мы представим что он у нас закручивается вокруг цилиндра сейчас мы проработаем основные составляющие наш первый виток дальше здесь мы пунктиром покажем прядь волос которая идет визуально как будто бы за цилиндром теперь второй виток и вот здесь он у нас выходит из-за цилиндра давайте мы цилиндра немножечко продлим и дает последний виток нижний ярус можно сделать чуть потолще верхнюю тоже сделаю чуть пошире так теперь смотрите мы создаем новый слой предыдущий слой немного приглушаем я сейчас возьму другую кисточку потоньше теперь наша задача нарисовать контур начисто линию ведем очень мягко плавно стараемся контур не наслаивать то есть не делать вот таких вот движений чтобы у нас получался лохматый контур контур должен быть равномерным плавным здесь обратите внимание я с вами делаю сейчас несколько параллельных штрихов которые визуально разделяют ряд очку на несколько мелких прядей то есть мы не рисуем сплошняком до целиком всю эту форму переходим на второй виток поскольку здесь у нас цилиндра уже нет мы плавно соединяем наши формы подгоняем один ярус к другому точно также разделяя наш локон на несколько отдельных прядочек можно таким вот образом холост вращать чтобы вам было удобнее если где-то контур пошел не туда пластиком это все можно сейчас корректировать кое-где контур можно сделать пожирнее здесь видите у нас неровно получилось я перерисую ту линию так и последний у нас виток опять же соединяем его сразу с предыдущим наш лук он уходит вот такой тонкий кончик теперь давайте мы предыдущую подложку нашу выключим посмотрим и при необходимости с помощью пластики чуть скорректируем сейчас немножко более плавными сделаю формы поищу чуть пониже кончик посильнее вытянул это место чуть чуть скорректируем сейчас наша задача сделать контур максимально чистым и аккуратным вот здесь тоже не совсем ровно и сейчас переделаем можем кое-где показать внутреннее направление прядочки но нет не слишком увлекаемся прорисовка контура потому что когда контура слишком много это тоже смотрится грубовато так на этом давайте остановимся теперь наша задача с вами залить основным цветом нашу форму создаем новый слой под основным слоем я сейчас возьму кисточку студийная кисть она у нас есть у базовых кистях и аккуратно проработаю нашу форму наша задача сейчас сделать сплошную заливку однородным цветом можно перетягивать свет чтобы это все было быстрее у нас так здесь у нас линия уходит в очень тонкий кончик делаем кисточку поменьше вот или в кончик смотрите теперь что нам можно еще сделать мы можем с помощью режима пластики если мы кое-где вышли за контур сейчас это все под подогнать по опыту это быстрее и проще и в итоге даже аккуратнее получается чем если делать это ластиком ну конечно же если вы не слишком вышли за края если у вас контур в принципе ровненький тут осталось буквально пару моментов подправить и что этот способ очень удобно после того как мы поработали с вами с основной формой мы делаем следующее создаем новую новый слой делаем его об травочной маской к предыдущему берем ту же кисть сделанное чуть пошире берем более светлый оттенок намечаем вот такие блики обратите внимание блики я намечаю только по тем виткам которые ближе к нам те которые в глубине мы наоборот выделяем более темным цветом показываем что они от нас далеко то есть мы сейчас наносим цветовые пятна темный цвет у нас по краям прядочек и в середине теперь мы к нашему светлому цвету добавляем чуть более темный то есть наша задача получить градиент с помощью вот таких пятен еще более темный вот эти у нас получается переход а теперь смотрите что мы делаем мы берем инструмент палец удерживаем если мы удерживаем инструмент палец он нас тушует той же кисточкой которая была у нас выставлена на цвет и теперь начинаем плавными движениями выполнять растушевку то есть смотрите как быстро и легко у нас получается в тушевать цвета и получить естественный равномерный переход размер кисточки лучше ставить поменьше чтоб переход был более таким знаете детализированным чтобы нам не стушевать сразу все градиентом нам же нужно показать еще прядочки теперь после этого можем создать еще один слой сверху также выставить режим обтравочная маска поставить более светлые блики тушуем их получаем уже более явный блик можем выставить поменьше прозрачности тогда у нас палец будет тушевать не с такой интенсивностью то есть будет выполнять растушевку слабее но в итоге нам это даст более естественный эффект далее можем еще нанести свет наносим его как бы по зигзагу то есть не ровной полосочкой уже сейчас немножко такой дрожащей рукой но в итоге видите у нас получается еще более интересная растушевка так ну что с растушевка я думаю мы сейчас с вами закончим создадим еще один новый слой возьмем какую-нибудь мягкую кисточку я возьму кисть акцент это кисть из моего набора скетч очень нравится что кисть дает плавные переходы теперь нам нужно еще более явно выделить один виток относительно другого делаем это с помощью светлого цвета я думаю что скоро муж с вами контур выключен он нам принципе будет не нужен и теперь мы возьмем темный цвет и выполним ту же самую процедуру прорабатывая отдельные прядочки немножко дополняю контур также работаем мы не только по краю но и посередине наши волокон и так сейчас на слой был обтравочной маской давайте мы создадим еще один слой уже без режима травочная маска сделаем кисточку чуть поменьше теперь наша задача сделать так чтобы отдельные прядочки у нас выпадали из общей массы что сделает наш локон более естественно точно так же проходимся по кончику не забывайте про то что можно вращать холст благодаря этому ваша рука будет тверже и вам будет легче рисовать такие тонкие прядочки немножко лишнее вышло за край так давайте еще раз посмотрим что получилось смотрите принципе можно добавить еще блик здесь прям совсем светлый оттенок покрупнее кисточку и сделать блик более явным работаем здесь уже исключительно пациент по центральной части наших локонов еще поярче ну и также на кончике тоже немножечко добавим светло ну что на этом мы с вами закончили рисовать прядь волос ушло у нас на это примерно 10 минут как вы сами убедились это очень просто и очень быстро если знать некоторые возможности программы про create подписывайтесь на наш канал у нас будет ближайшем будущем много интересных обучающих видео также можете переходить на сайт школы почитать про нас про наши курсы я уверена что вам будет интересно а мы будем очень рады видеть вас числе наших студентов всем пока